Фотографии на фоне старинной мечети и экскурсии по резиденциям ханов. А здесь родовое древо крымских ханов. Хаджигирай – основатель династии, потомок Чингизида в 10-м поколении. Чаще всего посмотреть на исторический объект Ханцарай-Бахчисарая приезжают гости из Германии, Франции и Китая. Эта дюрбэ была возведена для той самой любимой женщины хана Примагирая. Марат Джайнаков вместе с семьей на полуострове впервые. Сюда приехал на своем автомобиле, преодолев более 2000 километров. Сам он родом из Казахстана, но уже 30 лет живет в Германии. Путешествует часто, а вот Крым и архитектура ханского дворца его особенно впечатлили. В Крым была всегда мечта наша – посмотреть, посетить, увидеть. А в принципе, мы были по Европе во многих местах, скажем так, но красивее, чем здесь, я еще нигде не видел. Вот это все натуральное, все природа, вообще очень красиво. Не сравнится ни с какой Швейцарией или Италией. Ханский дворец уже на протяжении века – объект посещения туристов из разных стран. На этой дворцовой площади в 16-17 веках не было абсолютно никакой растительности. Здесь собиралась личная гвардия хана, а также проводились спортивные состязания и празднования. Ежегодно ханский дворец посещает более трех тысяч человек. В основном туристы из России. Марина из Красноярска – преподаватель английского в университете. В Крыму второй раз. Мы объехали практически весь мир с мужем. Где мы только не были, если это вам каким-то образом интересно. Но отдать дань отечественному производителю всегда как-то, я считаю, даже какой-то патриотизм. Поэтому, что касается того, что все реставарируется, все сохраняется, что как-то там очень бережно ко всему отношение. Ну, мне это приятно вообще как русскому человеку, как преподавателю вдвойне. Ханский дворец был построен в Бахчисарае для резиденции династии Гераев, которые правили крымским ханством. В течение 250 лет, начиная с 1532 года и по 1783 год, он был центром культурной, политической и духовной жизни крымских татар. Ханский дворец олицетворяет собой историю как самого государства, которое возникло в Крыму, так и крымско-татарскую нацию, которая сформировалась благодаря государственности. Люди приезжают, интересы разные. Конечно, интерес связан с Востоком, то, что именно Ханский дворец отображает историю Крыма, взаимоотношения с Россией, с другими государствами. Народ ищет, наверное, люди приезжают, чтобы, наверное, понять где-то себя, самоидентифицироваться, потому что это взаимосвязь и преемственность исторических событий и нахождение своего места в этом мире. На сегодняшний день Ханский дворец – это одна из главных достопримечательностей Крыма. Ежегодно историко-культурный музей посещает более полумиллиона человек со всего мира.